Сразись с другими игроками на ksgoskinny.com Это уникальный развлекательный сайт, где игроки выигрывают скины в прямом эфире. У тебя есть скины CSGO и тебе хотелось бы их приумножить? Начать играть очень просто. Используя свой аккаунт Steam, сделай депозит скинов в свой профиль на сайте и используй их для ставок на разных лимитах, доступных каждому. Очаровательные девушки помогут не только получить яркие эмоции, но и определить победителя абсолютно честным и уникальным путем. Далее дело удачи и, возможно, именно сегодня твой день. Присоединяйся к тысячам любителей красивой игры и подписывайся на наши социальные сети для участия в конкурсах. CSGO Skinny! С нами никогда не соскучишься! Субтитры делал DimaTorzok аж Tempest против литовского коллектива All The Rage. Первое, напомню, выбор коллектива из Литвы закончилось со счетом 16-10. Ну, по факту, легкой прогулочкой получилось для Tempest. Потому что, по моему сугубо личному мнению, в общем, жесткие противостояния начинаются со счета 12-12. Если бы это было какое-нибудь 16-12, 16-13, 16-14, то можно было бы сказать, что борьба была, но все видели сами. Форсы бесконечные от All The Rage в первой половине, ну и дожим уже от Tempest во второй. Ничего сложного не было и закончилось все в пользу российско-украинского коллектива. Отыграны у нас уже ножи на второй карте и сейчас будем мы начинать. Ножи, кстати, выиграли Tempest, ну и, естественно, на своем пике выбрали себе сильную сторону дефа. Так, небольшой вармапчик. И надо стартовать. Напомню, что борьба у нас идет здесь за второе, а может быть и за первое место в этой группе. Ну, в общем, самая важная битва в этой группе, потому что Дивейвам уже ничего не угрожает. В их активе есть две победы. Один техвин над румынами, одна победа над All The Rage. Ну и 100% они будут выходить. А кто из этих двух коллективов решится либо после этой карты, ну, либо, если All The Rage будут мираж выигрывать, то еще встретимся на Каблстоуне, который абсолютно все точки над И должен будет расставить. Пистолетный раунд первой половины залетает. Поехали смотреть, что же здесь литовцы смогут противопоставить своим российско-украинским СНГшным оппонентам. Пистолетки у них, конечно, на первой карте не заходили, хотя это и был их пик. Сразу их начали с этого момента переворачивать. Хотя пистолеты, можно сказать, что неплохие. Дальние отстрелы. Роми с Делпана первый минус по голове. Зачекал еще и второго. Довольно-таки дальние с его позиции, но здесь зигзаг как раз-таки работал по точке А. То есть смотрел вдаль, скажем так, не ожидал абсолютно себе близкого выхода. Дроп и Ц-бомб по точку Б, пошла инфа, закрывающий, как всегда, Уолдзерейдж в спине. К этому уже стоит привыкнуть, но тем не менее стак атаки, который заходил, через зигзаг разваливается, достреливают с двумя разменами, погибают все в пятером, и темпсты первый раунд свой пистолетный на своей же карте берут, можно сказать, без проблем. Слышно, видно, отпишитесь кто-нибудь в чат, все нормально, потому что я в легком вакууме. Ну и ладно, смотрим, смотрим, что будет здесь. Довольно-таки стандартно, теки P250 и один диглецкий, точнее, один P250 дигл и три тека, закрывающие спину Энвира, будет развлекаться на меду, но недолго с дигла не удалось ему выцелить пиксель скаута Z1 и оттормозилась атака под точкой B. Ну информацию у нас, кстати, не собирают. Темпсты не собираются пушить ни ковры, ни яму на бомб-сайте А. Ну, понимание, похоже, по точке B есть. Интересная флешка от NSV. Зачекал под нее, увидел одного и второго, не стал дамажить, ждет поддержки тиммейтов, чтобы не терять девайсы на следующий раунд, не сбивать себе экономику, фармить, фармить до последнего, деньги еще пригодятся. Ну и тут развить события, что же все-таки будут делать All the Rage. All the Rage, один заглянул в коннектор, был это фейка, его отстрелили. Ну и трое бравых молодцов, три мушкетера литовских, просто будут доживать. Этот раунд в кухне дома, под точкой B, похоже, что... Да, первого раскромсали, ну и прочас на нереальнейшей битве против всех один три пионера сейчас в подвале станет жертвой. Минус он, 2-0, четко. Одного только лишь потеряли. Было-то NSV, как раз таки... Все норм, да? Good job. Ну была там проблемка, в общем, с интернетом все нормально, а Xplit решил не откликаться вообще ни на какие команды, просто весанул. Ну нормально. Нормально, едем смотреть дальше. Сливной раунд от All the Rage. Не потеряли экономики и закуп еще одной эмки. Ну и NSV, в общем, уже под следующей закупается. Главное не потеряться в этом. Ромми. Хорош проход в яму. Одного отстрелил на парапетике, второй палец по выстрелам. Ну и подозревают, что, возможно, попытаются его в этой самой яме подловить на клоус-дистанции, но времени дают довольно-таки много Роме, чтобы ретироваться с ней. Роме не уходит. Стоит на близкую встречу. И на зажиме только лишь одного. Второго серьезно надамажил. Тем не менее, тиммейт был довольно-таки близко. Полетели Хаешки, Уолтер, Вольтер, точнее, с Фомаса, Хаешка и еще одного с Фомаса. Вольтер. 3-0. Четко. Первые три раунда на своем пике. На выбранной собой же самими на сайдпике стороне Темпесты забирают. Пока без проблем. Не знаю. Ну, опять-таки, гуляет в моей голове мнение, что неравные немного соперники. Тут, если бы были у нас ставки, то скорее бы всего коэффициент был какой-нибудь типа 75 на 25, а того и хуже, может, еще и 85 на 15. Ну, не знаю. Не знаю, что здесь светит. Это All the Rage. Борются, конечно, пытаются. Видно, что есть какие-то наработки. И на кэше они были. Ну, и пока вот такой вот сольный проход через ковры от Делишина довольно-таки неплохо. Две головы, две позиции снимает. Открывает полностью точку А для захода своих тиммейтов. Тиммейт потихонечку подтягивается. Оккупирован уже Делпен. И здесь грозит стать легкой жертвой. Зет Уан и становится. Ну, и последнее на своей джанглу тоже было зачекано еще издалека на подходе. Прекрасно понимали, что он тянется через кухню с точки Б. И законтрили и его. 3-1, первый. И, казалось бы, проблемы совершенно из ниоткуда. Смочок откинули в ПЛС, но забыли сразу же под него. И как раз-таки на разворачивании, на том моменте, когда этот самый смок лопался, выходил человек, убивал человека. Был это... Делишин. Ну, как-то так у него ник. Сейчас я посмотрю точно. Заявки смотрел. А быстрее открывайся. Где Дейл? Так, ну и пошли контакты. Опять-таки на том же самом Пелосе. На точке А. На этот раз не в пользу атаки. На этот раз минус тот самый злобный оупен фрагер. Апекс коллектива из Литвы. Делишин. Окрошкой я только ее покушал. Завидую, завидую. Ну и разваливается. Литовский Апекс не сработал. Дальше... Дальше, в общем, по всем фронтам непонимание, что же делать и как же помогать. Кому же помогать. Точнее, помогать уже некому. Три. В пять. Остаются Литовцы. Двое на Меду. Пытаются искать себе счастье именно здесь. Зонируется у нас подход под это самое окно. Но знал бы, где упасть. Соломку постелил. Отличную позицию занимал Фензер. Ну и должен здесь еще и второго подобревать. Хорошо, почистил. На Меду бомба два трупика и последний у нас Прочес. Где же он? Ну, на Т-спауне. Тоже, опять-таки, надеялся, похоже, что на тиммейтов, что через коннектор они каким-то образом сделают хотя бы размены равноценные. То есть убьют двоих или разменяются один в один. И тогда он со своими драгоценными одним ХП, драгоценным одним ХП попытается из ямы по спине кому-нибудь поработать. Ну или занять позицию для себя стратегически важную. Но ни того, ни другого не случается. 4-1 темпесты не чувствуют. Не чувствуют своих оппонентов. Не знаю, что-то мне подсказывает, что здесь первая половина как-нибудь 11-4 закончится, но опять-таки добьют прибалтов. во второй половине как это было на первой карте. Ну вот такие вот группы получаются. Я вчера уже об этом заикался, похоже, что был какой-то посев. В общем, не совсем равноценный. Есть четкие первые места групп, есть непонятно, вторые или третьи, ну и четкие четвертые места. Если здесь, конечно, бы румыны не отсеялись. Ну и смотрите, сколько ужаса и паники наводит просто литовский коллектив на точке А. Два смока, один молотов дефолт за молот и вели. Два смока отрезали и просочились со своими пистолетами, бомбу поставили, на клост-дистанциях отстрелили все, что противостояло. Подобрали АВИК и отстрелили дальнюю позицию на коннекторе как раз-таки тоже ВП-2. ВП неплохой куш, закупая только лишь таки броню. Ой, короче, жесть какая-то створилась с темпостами. Вспоминается Флайфи Ганстерс из позавчерашних, по-моему, встреч своих с поляками. Та же самая карта Мираж и тоже, по-моему, пиком Флайфи Ганстерс была эта карта. А может быть, я и путаю, но тоже СНГ коллектив и та же самая проблемная точка и та же самая проблемная позиция дефолта, которая, если контрится, то дальше абсолютно ничего не получается. Ну и в отличие от СНГ коллектива с хилпой у литовцев все хорошо. Посмотрим, как у них дело будет во второй половине контрится. К тому виду, что... очень медленно хилпует на точку. А то ли не верят в инфу, то ли верят в столбов. Тут одно из двух у российско-украинской команды. Ну и свой недобай проводят они пока что неравноценно. Разменявшись 2 в 3, вдвоем против троих остаются на дигле на эммочке в полупозициях точка опять-таки занята. И пока лежат смоки, бомба потихонечку начинает прокрадываться под все это дело. Но вот смок рассеялся и как раз-таки бомбкерри попытались поймать. У нас сразу же отстрел происходит фензера. НСВ последний. Ну тут позиция судьбы, так сказать, будь что будет, получится сделать ретейк, он пойдет в это дело, но уже зонирует его молотом. 7 секунд, 7 секунд его лишили. Ну и понимает, что еще придется ему искать двоих, кого он не видел. Пусть одного и надамажил, но информации, похоже, по хп у него нет, да и у самого армора не присутствует, эмочку эту он подбирал, не закупая в этом раунде, поэтому будет ее сэвить, уносить и секунд 10 нас еще ожидает эпического и умопомрачительного сэйва. Это лайф, это лайф. Комментатор, фанат Филджи, да нет, абсолютно. Что такое Филджи? Флаффи Ганстерс. Сегодня мы их, кстати, тоже посмотрим, это будет вторая встреча на сегодня, Флаффи Ганстерс против Колд Гейм. Тоже там важнецкая будет мясня. Так что заценим ее, но это уже будет попозже, где-то через часок примерно, ну смотря как здесь будут развиваться события, то есть если все затянется на третью карту, то не знаю. Агрессивно Ромич себя чувствует, причем раз от раза. На этой яме доставляет гигантское количество неприятностей и неудобств. Но на этот раз ему удалось разменяться только лишь один в один, и дамаг второму он абсолютно не наносил на своих лоу хп, понесся, понесся добирать второго. Да, ну и тут по всем фронтам, в общем, это агрессия и агрессия на меду приводит к тому, что потихонечку темпесты скатываются в эти хэт-то-хэт дуэли, ну и поляки, ой, поляки, говорю, господи, литовцы, в общем-то, не против этого всего дела. Доработали себе до точки П и расчистили путь, но вот здесь приходит Фензер, который сегодня абсолютно не остановить, выводит эту ситуацию на равноценную и, в принципе, можно задуматься о ретейке точки, но вот АВП опаздывает, но кухню, кстати, не теряет, за холодильник он не пропускает человека, то есть прекрасно видел его и какой перевод и пришедшая вовремя инфа, ну, все просто шикарно. Фензер сыграл под эту инфу своего АВика, а Вальтер, ну, просто красавчик, то есть выцеливал одного в проеме двери, выходит, второй как бы удивит, но по факту удивляется сам такому шикарному зуму. 5-3. Да, чуть-чуть не поляки. Я их, когда первый раз комментировал давным-давно All the Rage, думал, что это... Ну, вот эти флаги сейчас доставляются Еботом, я так понимаю, там выбираются именно, но раньше прописывали флаги командами в консоли, я думал, что, ну, какой-то баг в консоли, я не знаю, или как-то неправильно там, и это болгарский флаг, я их болгарами называл, думал, что там белое, зеленое и красное, но на самом деле это желтый, синий и красный такой вот флаг Литвы, хотя, как будто грязные белые, а не желтые вверху, ну да ладно, ну, просто сравнить синий цвет на российском флаге и на литовском, какие-то вот они немного разные, ладно, смотрим мы здесь на Клостной станции опять-таки Роми, а, нет, Вальтер на этот раз был, Вальтер у нас все это время на дефолт стоял, куда Роми делался, четверочка, а Роми у нас ВП подсевил, точнее, ему его выдали на этот раунд, ну и, в общем, его позиция абсолютно не играет, и тиммейта своего на Клостной дистанции он не спас, да и отсмочили его на втором тайминге, и, в общем, убивают на третьем, и опять-таки проблемы возникают с точкой А у российско-украинского пати, вдвоем тот самый, тот самый неприятный момент, когда ничего не можешь сделать с позицией, как бы ты не менял девайс, как бы ты не производил ротацию по тиммейтам и по позициям этих самых тиммейтов, ничего не получается, пока что, ну и проблемки наклевываются, фензер последний опять-таки, не надеется он здесь на ретейк, но и о позиции коннектор он тоже не знает, вот теперь, то ли услышал, то ли увидел, отличный зум от него, ну и путь себе для сейва этого самого авика расчистил, скорее всего, за ним уже не угнаться двум бравым, ноги от бомбы унести, чтобы не взорваться, и на этом все будет кончено, счет станет 5-4, ну и потихонечку All the Rage такие простые ребята как бы из деревни, но за атаку уже 4 раунда берут, я прогнозировал 1 на 4 на первую половину, посмотрим, сбудется ли мой прогноз, если так будут развиваться события дальше с точки А, и литовцы будут ее, пусть и не всегда сразу, но возвращаться к ней на последнем тайминге, скажем, атаке, погуляв под медомы, там, в подвале, в доме Б, совершив какие-то контакты и размены, свою или не свою пользу, то, может быть, все у них и получится в атаке, и мы замес этот продолжим уже на Каблстоуне, ну, а перед этим на второй половине. Но это совсем идеалистическая для них ситуация. Тут вот главное не поверить, что все очень хорошо, и смотрите-ка, чужой пик, и слабая сторона для нас, а у нас так все прекрасно. Как бы пара раундов, которые смогут выбить их из колеи просто на изи и дальше не соберутся. Главное четко набирать эти раунды и экономить решение. Темпостов. Ну и опять-таки та самая точка вариативно действует. На этот раз два из коннектора, два из ямы, авик работает, тот самый, единственный засейвленный от Фензера. Фензер, по-моему, должен быть, да, на первом месте один с четыре, играет практически три к одному. Парень жжет, ну и на первой он был неплох, можно его назвать дамаг керри, что ли. фраг-лидером своего коллектива множество, он народно стрелял и Фензер, все. В этой ситуации уже ничем помочь не может, когда двоих его тиммейтов сливают, 5-5 у нас промежуточная ничья, счет станет, ну и надо будет на полноценный бай темпстом собираться. Так, ну а я пока хочу напомнить, пока у нас сливной отем в старт раунд, что партнером и другом про серии 15 сезона является развлекательный сервис, он же портал, он же сайт рулетка csgutskin.com Огромное им спасибо за все, что они делают. Делают они много, они вкладывают в развитие киберспорта нас с вами, кто ощущает себя хотя бы отчасти причастными к этому делу. Вот, так что еще раз им низкий поклон и долгих и богатых лет жизни. Ладно, смотрим мы. Атака, в общем, прекрасно понимая, что дела с экономикой их оппонентов довольно-таки плохие, на контакт, ничего особо не выдумывая, проносится фурии на точку B, ставит бомбу, ну и на отстреле будут действовать на концовочку этого раунда. Тут несолонохлебавшие должны уже на отходе. Хотя нет, разменщики есть в количестве двух штук, с дегла прилетают от Фензера, но вот Фензер, как бы раунд не заканчивался, он, я так понимаю, даже и меньше всех умер, где он. 6. Ну, получается, что да, вместе с Вальтером они меньше всего умирают, но он еще и отстреливает в каждом, будь то сейв, будь то проигранный раунд или выигранный раунд, постоянный у него плюс к статистике плывет. 6-5, вперед, впервые врываются all the rage, ну и довольно себя комфортно чувствуют, но в этом раунде они без АВП, в общем, никого не потеряли, точнее, а нет, вру потеряли они двоих, но тем не менее решили без АВП играть и здесь неожиданная позиция, во-первых, ротация постоянная происходит, Z1 на этот раз вообще форсит у нас с Пелос, ну пока, пока только лишь половина здоровья, он теряет позицию свою палит, ну и больше ничего отстрелить ему пока никого не удастся, дальше скорее всего не пойдут и будут уже отталкиваться от вот этой вот связки меда, которая попытается разобраться первоочередно с окном и зигзагом, но вот приходит неожиданность, Вальтер находит над смачком своего оппонента на зигзаге и опенфраг прилетает как раз таки от него. Что-то, видимо, уже чувствуют, потому что, смотрите, дальняя позиция, Вальтер на стерз, никто дефолт абсолютно не занимает, абсолютно не зачеканный никем Эмси заходит в эту точку, ну и как бы это назвать-то, не расклад, а задумка на ретейк, в общем, можем запустить в плент, а там дальше поборемся, абсолютно удается Темпестам, и лучше уж так, чем они будут терять двоих в клоузе, будь то Роми с Зетваном, будь то Роми с Вальтером, лучше так они разруливать будут ситуации свои с точкой А, вовремя поняли, подстроились, и шестой раунд заходит за Темпестов. Так, ну и смотрим дальше. Опять-таки, 5 АК встание у литовцев, и... И, в общем, все теперь не так быстро у них точка А, теперь они пытаются понять, что же изменилось в защите от самого плента, и почему у них вроде удается заход, но дальше ничего не удается, от этого они замедлили свои тайминги, ну и на замедленном этом тайминге на шифте подавик фейка выползал, легкая мишень, не составила никакого труда его отстрелить, и делает этот Зетван с голов довольно-таки четко, оставаясь все по позициям, целиковые соты темпесты. Ну и... Вот... Что бы ни случалось, на мираже иди под точку А. Бомб сброшен на тиспауне, потихонечку стакми, да, у литовцев опять подтягиваются под яму, понимают они, что авик скорее всего далеко с точки А не уйдет, не будет здесь ротации его в окно или на Б, пошел раскит из ямы, ну и очень важно сейчас, как сыграет Пелос, потому что у него будет первый тайминг на смоке, и под собой он должен будет выстреливать первоочередно под коврами и первоочередно на дефолте. Ну вот, шикарный, просто в смок Энвиру выстреливает. Как всегда, неожиданно из смока появляются контры, но предчувствовал здесь Энвиру, что будет такое развитие событий, оставляет в район темпестов и опять-таки они стоят, не торопятся ретейк бомбы делать до ее постановки и на этот раз это промежуточно ошибочное решение, скажем так, ну вот вторая позиция откроется, или не откроется, это НСВ. Пока не хелкует своему тиммейту, вот только теперь приходит и делает все хорошо и красиво, последний зачек он на дефолте, отрезают ему ниндзя и только лишь один путь развития событий был уходить с дефолта налево по глазам НСВ, но НСВ к этому был абсолютно готов, заспреил, все хорошо, авик подбирается, бомб дефузится, 7-6, темпест опять повели, но у нас нас качели по раундам. Ну и вот неожиданно, для меня мои прогнозы уже, кстати, по счету абсолютно не заходят на эту игру, что-то я совсем в литовцев не верил. Ну удивят, честно удивят, неожиданная подсадка. Экономящее время авику на первый тайминг Z1 Z1 выпускают на сбор инфы, потому что никого он здесь не встречает, в общем, довольно-таки часто литовцы ходили именно под плент B посмотреть в дом, чтобы этого поджима не было, но Z1 уже привык. Привык к этому таймингу, оказывался первый в доме, ну и вся полнота информации присутствует у российско-украинского коллектива. Опять-таки запуск плент, клоус позиция неожиданная во второй нычке, которую сбривает моментально фейка, ну и не отдастся, отдается. 3 в 3. На пистолетах очень много горя, боли и крови получают темпесты, но ретейк, тем не менее, получается 3 в 3, заходит спина авика Цитвана, который пробежал уже всю карту, минус 2 от него, по затылкам, ну и последний Эмси, который абсолютно не настреливал на первой карте, как у него дела на этой. Ну, получше, получше. Тем не менее, и вкус бомбы, и темпесты еще один раунд будет брать. И выигрывают первую половину, несмотря ни на что, напоминаю, что это пик именно этого коллектива из СНГ, и, в общем, после проблем в середине и начале эта половина все-таки выруливает на победу, но вопрос будет состоять только в том, какой счет. И вот для темпестов как раз-таки, если для All the Rage никакого значения иметь не будет, будет это 9-6 или 8-7, они отлично провели первую сторону, то для темпестов, которые ни шатка, ни валка, скажем, наверное, надеялись как минимум на 10-5, все-таки лучше выходить на 9-6, тем более, что будут они в слабой стороне вторую половину проводить. Ну, и смотрим мы последний раунд. Это самые первые половины. Агрессивненько проходит он на миду. Умс. Человек кидал флешку, человек успел из ножен из кобуры достать свой калашников, отстрелить, ну, и очередные проблемы у темпстов возникают на этот раз. Опять-таки, будут они с точкой А, ну, и поначалу и с мидом. Но решает все эти проблемы фензер, который жестоко велик на этой карте. В общем, множество проблем для своей команды он пофиксил по предыдущим раундам, ну, и в последнем тоже становится самой решающей и важнецкой фигурой. Последний у нас фейк, которого забривают в коннекторе. Зигзага делает это господин НСВ, ну, и смена сторон у нас произойдет при счете 9-6 в пользу россиян. Велкам! Вторая половина второй же карты. Напоминаю, что первая закончилась со счетом 16-10 в пользу темпостов. была эта карта кэш, выбор литовцев как раз-таки, ну, а сейчас мы наблюдаем выбор темпостов, я сказал, All the Rage. Это был выбор, а сейчас мы наблюдаем пик коллектива темпостов. Ну, и вот на нем у них возникли на сильной стороне проблемы. Та же самая пословутая точка. Я вчера болел просто-напросто от нее на мираже во встрече других команд по фиганстерам. Плюха! Никто не зачекал. Ну, а так разворачивается абсолютно на другой фронт. Это все было фейком. Не верите, не верите, дети. Бомба на втроем попытается в четверых темпосты отсевить эту бомбу. Времени еще вагон. Вот только теперь она поставлена. И 40 секунд здесь, скорее всего, дефу хватит для того, чтобы сократить дистанции по всем направлениям. Зачекать ниндзя. Борется отлично. НСВ на второго. В голову. Молодец! Из одной позиции, из поддержки тиммейта раскрутился хорошо. 10-6. Ни шалтка, ни валка, но пистолетка титаническими трудами и усилиями оставшихся в последних двоих живых дошла все-таки до копилки коллектива Темпост. Так, ну и вот то, что доктор прописал, да, и девятый в первой половине взяли пистолетку и отрыв уже в 4 раунда. Здесь, как ни крути, приходится форсить на втором раунде компонентом. Ну и выбирают они самую кратчайшую дистанцию. Выход по дому Д под постановку по дому Б под постановку бомбы зачекли на форесте последнего столба точки Б. Ну и все оккупировано абсолютно и изи отстрелы происходят несмотря на то, что молниеносная как всегда спина от литовского коллектива но уже научно и на грабле не раз наступавшие россияне и украинцы эту спину всегда по последнему выходящему на плент просто-напросто сейвят и оставляют его ну на той точке на той позиции откуда выходили на этот раз это был дом и изи изи отстрелили 1-6 5 раундов преимущество все довольно-таки неплохо так ну опять-таки фаз на точку Б два джампа в окно два десантника все нормально складывается даже с укреплением разбираются и с троих на бомб-сайте Б ну и вот та самая спина видите уже уже научные горьким опытом выставляют постоянно пост Дима по машинаме ручкой такой такой человек на посту всегда есть все есть позиция спальна последнего прекрасно понимаешь что это апдаун и дуэль на пистолетах заканчивается все-таки в пользу Вальтера 12-6 первый девайс на наших глазах в исполнении коллектива All The Rage получится ли потому что если Эд проигрывает то дальше уже будет только лишь один шанс на счете 14-6 как-то как-то сквитаться на этой карте и в этой встрече по по итогу потому что напоминаю что это возможно вторая и заключительная карта если All The Rage не соберутся и не начнут камбэчить у нас конференция анонимных бустеров в чате происходит на Твиче люди решают нужен ли буст если ты криворук я думаю что не нужен мое мнение если оно вам интересно ну а пока девайс на раунд проводят с неравноценным разменом решили по меду быстренько прорваться под дым на старте и в общем это абсолютно не удается темпостам торопиться куда-то видимо не знаю что происходит в общем очень быстро они атаку играли на кэше но возможно они просто знакомы со своим соперником и с его игрой что абсолютно он им не угрожает заносится тачдаун бомба на точку Б будут в класс дистанции пытаться ловить птицу счастья за хвост ну и последний на форесте НСВ попытки первого каленого добил а с двумя другими уже расправиться никакой возможности не было не успел оборачиваться даже если бы на второго и успевал там ребята выходили из кухни на размен литовские 12-7 настанет счет немножечко себе возвращают экономику вдвоем в этом раунде All the Rage остаются можно сделать будет Калашникова про дроп ну и тогда получится полноценный бай по факту у литовцев ну а у темпестов в общем с этим делом с экономической составляющей никаких проблем на этот раунд не присутствует заносили постоянно бомбы выбивали много фармили много поэтому деньги будут темпест выиграет никаких камбэков ну мое мнение примерно такое же посмотрим как справиться с Энвиром справляются с ним методом двух флешек одного молотова отгоняют сгоняют его в паническую атаку но справляется он с ней тем не менее отстреливает двоих захотящих с одной и той же позиции ну и те люди которые работали вроде с кухней и зигзагом из дома приходилось производить им ротацию на позицию Энвиру в общем отстреливает но ни того ни другого не случилось ни ротации ни отстрела 12-8 All the Rage возвращаются просто сапогом дверь открывают в свой камбэк и говорят здрасте так ну и темпесты выдумывают себе раунд под точку B на среднем тайминге раунда что у нас по А по А у нас есть класс позиция там прекрасно осведомлены что скорее всего будет этот проход вереницей гуськом под B отличный молотов от Энвиру он отрезает себе по крайней мере с одной стороны проход в себя же самого ну и тиммейт хелкующий зигзага все делает красиво и неплохо для него сейвит тиммейта и отстреливает оппонента в последний фензер до постановки бомбы дел не дойдет минус он на форесте 12-9 всего лишь три раунда преимущество у темпстов остается ну и в общем неплохо начатая вторая половина вот они те самые три раунда зачет кто же кто же у нас божил в пистолетном NSV что ли из ниндзя по моему да короче ему зачет за этот раунд ну и можно сказать что на его плечах вывезли этот раунд и за ним следующие два а вот когда начались девайсные и жесткие разборки в бронксе то пока ничего не показали еще темпсты ни одного раунда на девайсах все придумки которые у них были это это две быстрые точки B и одна и одна потеря себя в проходе с плитом под бомбсайд A и вот тут опять таки похоже что тренируют B отличные смоки которые по двум страдам от от столба на зигзаг кладутся но это все фейк потому что побежали побежал весь так через дом B в подвал ну и попытка выхода на точку A и вот здесь важнецкий прочь стоит которого никто похоже что не зачекает даже не оглядывается оглядывается но теряются в размене 1 на 3 ой 1 на 3 был Роми но ничего сделать не смог придумали опять но не реализовали начало хорошее концовка подводит и что самое печальное для Tempest в той и другой задумке они делали full buy то есть закупали под эти самые свои нашифровки очень много смоков флешек и остальных гранат ну и деньги закончились ни одной бомбы так и не занесли даже не занесли ни одной бомбы не говоря уже о там каких-то save clutch ситуациях на этой самой бомбе до разбора ошибок на этом моменте дело даже не доходит ну и пистолет даже против литовского коллектива all the rage как говорится а кто это забодал забодал фензер своего оппонента через флешку через сквозь бурю и ветер поется песенки про мамонтенка и со вторым справляется и только лишь с третьей попытки его выбивают и темпсет кстати раунд берут фензеру отдельное и гигантское должно быть и тиммейтов спасибо он кучу времени жил во первых с одним боролся пока боролся с одним инфа пошла на коннектор тот развернулся ну и по этой самой инфе закрыли получается последнего с двух сторон в коннекторе и забрили его перекрестным огнем тринадцатый заносит темпосты в свою копилку дела становятся полегче ну и экономика просаживается у дефа потихонечку помаленечку хотя вот непонятно откуда проблемы ноги растут тут три осталось три четыре агрессия у нас на яму невынужденная и приводит к размену один в один атака шевелится туда же куда и шла без смоков абсолютно ну вот то о чем я говорю не мудрите просто на контакт идти а стреливать литовцев как будто кто-то подслушивает стрим я не знаю выходят и разбираются один в агрессии минус он на размен сразу же занятие плента от смочения архиважной позиции чтобы поставить бомбу можно ее в торец ставить фаербокс и спокойненько отходить на сэндвич под ковры на яму в ковры куда угодно смоки еще лежат ну и тут просто просто на этой самой бомбе отыграется один у нас будет из ямы играть а вальтер интересную штуку мутит ну вот хватит ли ему тайминга тут нсв как-то должен стянуть на себя внимание потому что в какой-то момент что поймут что вальтер с вальтером что-то нечистое либо он в пелосе либо он он уже натопал да и это печаль печаль на самом деле подбираются диффуз киты литовцы будут брать этот раунд они молодцы концовочку разыграли круто но потихонечку темпосты учатся у них уже заходит постановка бомбы уже ситуация 2 в 2 была но как бы конечно мог немножечко вальтер наверное побыстрее шевелиться но либо я не обратил внимания были ли раскиды из ямы то есть можно было как-то оттормозить отстанет своих оппонентов там флешка хаешка стянуть их внимание на себя и вальтер в этот момент мог бы натопать ну либо в префайер дуэль скатываться то есть стрелять и чтобы в ответ стреляли когда стреляли бы со своих эмок литовцы они бы скорее всего шагов вальтера не услышали ну и в общем под эту самую стрельбу канонаду можно было бы убежать ну ни того ни другого в общем втихую ям стояла вальтеру приходилось шефтить и этот раунд до своего победного завершения российско-украинский коллектив не довел темпосты 13-11 еще один раунд теряют вплотную опять-таки подпускают своих оппонентов и у нас вот здесь уже уже концовочка более интересная чем на предыдущей карте там напоминаю было 16-10 и сугубо по моему мнению борьбой можно называть счета начинающиеся от 12 и когда не важно какой счет у выигрывающей командовый проигрывающий минимум 12 тогда это да борьба ну и здесь не хватает всего лишь одного раунда литовцам для того чтобы я посчитал что они боролись на этой карте ну даже если с таким счетом даже если 16-11 будет хотя этого стопудово не произойдет они серьезные молодцы на мираже на чужом пике множество неприятных моментов своим оппонентам красивых доставили бумс залетел хороший хаешка ну и темпсты в попытке уже в который раз выбить точку B получается это у них от раза к разу все лучше теперь дело дошло до постановки бомбы потому что вот начало второй половины на девайсах они как раз таки потеряли в рейдж фастах на плент B и бомбу не ставили nice shot пишет Envira и 13-12 13-12 похоже что у нас абсолютно без денег нет с деньгами с деньгами но не все вот есть 4300 ну скорее всего будут играть опять таки пистолеты ну я не знаю вот кому кому точнее против кого против кого так против литовцев точно пастить не надо но похоже что похоже что развод раунд у нас будет какой-то или просто с занятием да идут трое HPL с 1 на контроле ямы ну и тот который на меду должен был должен был показывать шоу длиною хотя бы секунд в 10-15 разводить литовцев в общем сразу отсекается ну десант работает через ковры бомба точно будет поставлена будет поставлена на дефолте есть один засевленный АК ну и попытаются вдвоем одного разувлить правда арморы не присутствуют первого сбривают это был калашников ну а НСВ даже даже бомбу не стал ставить пошел в контакт на П250 достреливает голову везуха какая для него и девайсик в плюс бонусом ложится 14 для темпестов ну вот точка и не перемудрить все что весь рецепт победы хотя может быть в себе темпосты я тут нагнетаю да они чувствуют силу и когда надо именно проведут парочку слаженных простецких на стрельбой раундов а сейчас на официальном матче занимаются они тренировкой допустим быстрого какого-то раскидного раунда просто затваны на пропрыге потеряли и потеряли также еще через дым роми гиды неимоверные начинают киллы делать литовцы а когда такие киллы начинают приходить это называется что команда прется а вот этот я не знаю как в единственном числе и существительном сказать когда вы претесь пропирание это остановить будет скорее всего очень сложно тем не менее со всеми своими трудностями в разминах справляются российско россияно-украинцы и в общем оставляют только лишь двоих на пистолете инвиро это столб точки B он уже скорее всего ничем здесь не поможет никому потому что любая рикошетная пуля принесет ему приведет его в горизонтальное положение он знает о форесте но смотрит в дом дропает бомбу выходит на форест но второго не заспреял со своего 5-7 и не зашел у него выстрел в голову ну и последний у нас делишин который вот прутся просто прутся начинают начинает фартить жесток литовцам нсв подбирает бомбу ну и понес по таймингу ее на точку A пока здесь одуплится делишин что что вообще происходит и куда ориентировался его оппонент бомба уже будет поставлена ну и посмотрим мы с вами очередную клач ситуацию один в один и делишин не понимает что бомбу унесли на B пролаг демки и как всегда лишает нас сюрприза никаких сюрпризов говорит нам демка только проверенные результаты так ну и нсв да развернулся по таймингу заметил пропрыгивающего минус делишин 15-12 матч поинт для темпостов поплавали поплавали в море качельных раундов и все-таки возвращают себе свое преимущество хп спрашивают а в ответ тишина снова я осталась одна молчат литовцы естественно расстроены прекрасно они понимают что дальше уже по серии им ловить особо нечего свои официальные игры в своей же группе они уже провели все до одной одна победа у них техвином над румынами ну и два поражения боевых стыках уже не технических судейских а именно боевых никого из россиян одолеть не смогли ну и экономики абсолютно нет на последний раунд у олдзерейдж пытались точнее выжить что-то та самая пресловутая спина делишин стянулся с точки б обижал всю карту сделал минус ну и прочез прочез пророчу прочезу горизонталочку минус 16-12 карта победа четкая тимпест и спортс комьюнити чем мы их поздравляем они сто процентов выходят вместе с коллективом дивейв из группы аж и завтра нас ожидает а точнее их ожидает очное противостояние мы с вами уходим на небольшой паузу затем я буду играть на csgoskinny.com на сайт нашего партнера и друга партнера и друга старладера про серии 15 сезона так что далеко не разбегайтесь если кто-то хочет рискнуть своими скинами вместе со мной то велкам через парочку минут сразимся сразись с другими игроками на csgoskinny.com это уникальный развлекательный сайт где игроки выигрывают скины в прямом эфире у тебя есть скины ксго и тебе хотелось бы их приумножить начать играть очень просто используя свой аккаунт steam делай депозит скинов в свой профиль на сайте и используй их для ставок на разных лимитах доступных каждому очаровательные девушки помогут не только получить яркие эмоции но и определить победителя абсолютно честным и уникальным путем далее дело удачи и возможно именно сегодня твой день присоединяйся к тысячам любителей красивой игры и подписывайся на наши социальные сети для участия в конкурсах ксго скини с нами никогда не соскучишься по-режиссу по-режиссу по-русски поделить поделить скойн цель это о-груссах по-режиссу оборужители Продолжение следует...